приветствую вас дорогие друзья сегодня у нас общий расклад под названием башня если вы видите а вот здесь вот я выложила карту башня это подходит расклад для тех кто понес какие-то потери понес какие-то переживания очень сильные какие-то разрушения в своей жизни неважно в какой сфере у каждого своя проблема то есть проблема потери может быть отношений любви денег да то есть любая разрушающая ситуация которая случилась вашей жизни мы просматриваем ее истоки и возможности решения просматриваем для чего она к вам пришла эта ситуация потому что каждая ситуация в нашей жизни эта ситуация для того чтобы мы чему-то научились и обрели опыт и так расклад называется башня если у вас нет разрушающих каких-то ситуаций из-за которых вы страдаете переживаете то тогда это расклад не ваш проходите подписывайтесь и смотрите другие мои видео а мы начинаем и так расклад башня именно вот та ситуация представьте и и поместите ее в эту карту поместить ее в эту башню которая разрушается и так расклад башня общий расклад за личными раскладами обращайтесь на ватсап вайбер telegram через сообщения итак первая позиция какой сигнал к побуждению а вы получаете от этой ситуации какой сигнал к побуждению вы получаете от этой ситуации то что вы смотрите четыре кубков и вполне 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 очень даже возможно что вы не замечаете каких-то в своей жизни проблем не умеете смотреть в глаза тем как вам правильно сказать тем необходимым моментом которым действительно нужно посмотреть в глаза тем нюансом которые вы не используете да здесь разговор идет о том что всего скорее отсутствует самокритика в этой ситуации да то есть прошлепали его ситуацию именно потому что не умеете адекватно оценивать происходящее может быть переоценили свои возможности что-то не захотели принимать а надо было да где-то проявили равнодушие а надо было проявить участие выявляйте этот момент вторая позиция что отодвинуть сторону работа работа на чем-то работа над какой-то проблема то есть видите вы явно не Не хотите смотреть какой-то правде в глаза, отказываетесь прорабатывать какие-то нюансы в своей жизни. Обратите на это внимание. Третья позиция. Какая ситуация создана лично мною, то есть лично вами? Какая ситуация, которая способствовала разрушению, способствовала этой башне, создана лично вами? Вот знаете, королева Пентакли. Тут, наверное, меня смотрят девочки, и ситуация такова, что, может быть, был меркантильный интерес, а может быть, чересчур вы завысили планку ожиданий, да, а может быть, вы недооценили себя в этой ситуации, и, соответственно, не проработали какие-то моменты. Может быть, по этой карте какая-то женщина, часто по Пентаклям проходит родственница, мать, сестра, какая-то женщина нуждалась в вашей помощи, в вашем участии, вы недостаточно приложили усилий, не рассмотрели то, что человек нуждается, да, и спровоцировали то, что произошло. У кого-то может проиграться и так. Но тут всего скорее, мне все-таки как-то вот высшие силы говорят о том, что тут девочки меня смотрят, которые мало заявляют свои ценности в ситуации, и поэтому происходит, то есть мало проявляют любви к себе, и поэтому происходит соответствующая проблема. Четвертая позиция. Каких высот, вот очень важная позиция, каких высот вы можете достичь, достичь, простите, после проработки этой проблемы, после того, как проблема пойдет на убыль, да, каких высот вы можете достичь после этой ситуации, когда ее проработаете. Смотрите, вышло две карты, и я буду смотреть две карты. Карта уход от потенциала и карта луны. То есть всего скорее вы выйдете из какой-то мутной ситуации, которая вот вам кажется неясна, да. Вы сумеете разобраться и отойти в сторону, сделать шаг в сторону от той проблемы, которая спровоцировала вот это вот разрушение. Пятая позиция. Можно ли вам ослабить контроль? Можно ли вам в этой ситуации ослабить контроль? Отпустить все на самотек, другими словами, да? Нет, нельзя. Туз Жезлов. По карте Туз Жезлов вы должны ситуацию прям электричеством пропустить через себя, да? Вы должны ее прожить, испытать эмоции, и я бы сказала, Туз Жезлов это прекрасный шанс, это потенциал, который откроется перед вами после того, как вы здесь завершите решение этой проблемы. Шестая позиция. Как не использовать двойственность этой ситуации? Как вам использовать двойственность этой ситуации, мой зритель? Как себе во благо использовать двойственность ситуации? Принимать те предложения, которые будут поступать, обязательно их рассматривать, оценивать каждое предложение, оценивать каждую возможность, да? То есть, понимаете, из решения любой проблемы существует несколько, для решения, вернее, любой проблемы существует несколько вариантов выхода, да? И вот тут вам говорят о том, что вы должны рассмотреть каждый и оценить по достоинству каждый. Может быть, вы найдете много плюсов, излечете много пользы из этой ситуации. И тут, кстати, возможно даже и в материальном вопросе. То есть, если какие-то материальные, вот тут, кстати, идут потери, да, то разговор о том, что, может быть, стоит кого-то попросить о помощи. Большему количеству людей рассказать о своей проблеме и получить больше советов и, соответственно, больше помощи, да? Кому-то, может быть, захочется вам преподнести сюрприз-подарок, забирайте, да? Ну, сюрприз-подарок может также рассматриваться и как дельный совет, да? Тут разговор о том, что цените то, что к вам идет, берите и используйте себе во благо. Седьмая позиция. Что же все-таки должно сгореть дотла? Что должно сгореть дотла вот в этой разрушающей ситуации? Какой-то жезловый король должен тут пропасть. Жезловый король должен покинуть сцену, должен уйти по всей вероятности из вашей жизни. Жезловый король – это вот тот, который изредил у вас вот этой энергией, возможно, даже и негативной, возможно, даже и мутной. Может быть, тут разговор о любви, создана двойственная ситуация по поводу того, что человек много обещает, но мало делает, да? Но, тем не менее, своей страстью просто заряжает вас к тому, чтобы вы что-то делали в этой ситуации, если вот ситуация разрушения касается личных отношений. Да, тут какой-то мужчина должен быть вычеркнут из вашей жизни. И всего, скажем, это мужчина огненной стихии. Может быть, это зачинщик вот этой проблемы. Это может быть, если рабочий вопрос, то, может быть, коллега, да? Может быть, стоит с ним прекратить общаться, да? Стоит прекратить подачу с его стороны отрицательного заряда энергии в вашу жизнь. Задумайтесь об этом. И последняя позиция. Какова высшая истина, которую надо постичь после этой ситуации? Какова высшая истина, которую вам необходимо постичь, усвоить после этой ситуации? Коммуникация. Смотрите, три пентакли. Коммуникация. Вы должны научиться понимать и слышать других людей. Вы должны принимать помощь по этой карте, да? Три пентакли. Должны принимать помощь. Учиться. Некоторые не умеют принимать помощь. Я сам, я сама. Должны научиться принимать помощь. Должны научиться просить о помощи, да? Потому что ситуация разрушающая. И, конечно, вот здесь я ранее говорила, если кто-то что-то вам будет предлагать, может быть, стоит большему количеству людей рассказать о своей проблеме, научиться принимать эту помощь. Не стесняться. Открывать поток изобилия своей жизни, если кто-то спешит вам на помощь. Если вы кого-то призываете к себе на помощь. Учиться благодарить. Учиться принимать то, что к вам идет. Вот это вот высшая истина данной вашей ситуации по этому раскладу. Субтитры создавал DimaTorzok